здравенький ребята вы на канале for the back ну что же морды кай вернулся с новым пакетом фальшивых реклам мобильных игры честно после всего того что мы увидели я уже наверное ничему удивлюсь хотя про себя каждый раз говорил что ой там будет наверное такие мини безумные реклама в итоге потом выливалась куча на безумство разделение и совмещение мужиков женщин короче полный какой-то от садове и трэш по-другому не назвать но давайте просто посмотрим чем у нас сейчас удивят эти рекламы вот честно пока что я даже не могу представить какая там следующая игра будет такой подбор будет но давайте я надеюсь что морды кай предоставит там охуенный контент поехали ладно ребята давайте в последний раз всем здорова с вами морды кай сегодня мы как обычно погрузимся вниз у разный и потешный мир мобильной рекламы я снова нашел для вас четыре произведения которые держат заданную планку кринжовости и тупости и так что же нас ждет впереди гангстеры и перестрелки в мафия сити пацан о бля и цитаты и волчары в вульф гейм засуха и слюни вайланд хуперс а также бананы и монки в эйджу фейпс устроить эйджу фейпс а ну понятно раз у нас спокойненько идет планета обезьян новая франшиза ну опять уже перезапущенная он и гребу поэтому игру сделать вытись поудобнее наливайте чаю и готовьтесь к погружению ведь с вами морды кай и мы начинаем бывало ли у вас желание создать что-то свое что-то у автру при этом аппетита мы продолжаем видишь ящики грузили ящики закончишь получив ящики потеряешь ящики получишь ящик тот самый легендарный пупец кончишь в ящики получишь шиш справедливо будет начать самой популярной и вирусной рекламы мобильных игр мафия вышла аж в 2017 году и скорее всего было одной из прародительниц нынешней шлаковой рекламы сейчас большинство людей уже привыкли к идиотским видеороликом всплывающим в рекламных интеграциях но тогда подобная вещь создала огромный инфоповод за прошедшие года на западном ю тубе некоторые фразы и моменты из мафии стали мемами а сами видеоролики активно пародируются и высмеиваются ну это заслужено просто потому что эти самые видосы права в один круг и там засал мафия воркс это это легендарных и настойка пройти вот настолько довести эту идею до абсурда в итоге из-за чего она стала ну массовый что ее и высмеивают и она в итоге влезается в памяти реально вот некоторые ролики я точно не забуду как вот и самые видео где босс мафия идет со своей девушка там идет какой-нибудь рядом чушь пан первоуровневый избиваемый кринж с пользователями youtube а это один из самых главных мемов мафия сити и вы поймете почему как только я покажу вам видеоряд как ебать я скучал мужик да это же просто идеальный шаблон для мема поза текст всратость модельки и какой-нибудь идиотизм происходящий на заднем плане все это составляет нехилый такой хихиха ха но не будем на этом задерживаться есть еще много вставок которые мне хотелось бы вам показать ебать он другого чё вот это силу мафия с другого мужика превратился о да как и в большинстве этот грёбаный бит и реклам мафия сити акцентирует внимание на уровне персонажа чем больше у вас уровень тем больше вас уважают любят ценят да и вообще по жизни у вас будет одна кайфуха но как же вам поднять тот самый уровень вариантов много вы можете пострелять в банк попинать машину а вот тут какой-то анти пример чем вроде бы до поднялся леву но господи шош с тобой стал а как-то разнесло постучать сковородкой по башке кей от остальных деньги оставались хотя странно деньги превращаются тут в женщину превратилась адского а так вот так думают некоторые вот эти вот радикальные мужланы которые орут про то что готовить и стирать это не мужское дело думают что вот и по сковородку башке даже не сразу в женщину превратятся потанцевать ну или на крайний случай просто получить пиздюлей как и положено подобной рекламе в 80 процентах случаев вы никак не можете предугадать что произойдет через секунду я знаю как вы любите угадывать из четырех вариантов ответа поэтому сейчас я быстро буду задавать вопросы и так же быстро выдавать ответы попытайтесь угадать как можно больше правильных вариантов и я покажу вам результаты данного теста поехали что выловит из реки преступник первого уровня рыбу деньги машину туалет я не кибели киеве вареники туалет вот повезло блять как преступник сможет выбраться из камеры выбьет решетку с ноги даст взятку пройдет сквозь прутья как жидкий терминатор не как я возьму терминатора ставлю терминатора что сейчас произойдет я не знаю посадите укун титановый сейф или вообще окружить адамантивали вибраниум оболочкой мужик вообще не пробиваемый босс упадет и потеряет уровень из телека вылезет преступник дом взорвется или появится голый мужик отправлял тоже здесь так абсурда что даже сам абсурдный вариант может оказаться не абсурдным парадокс ёбаный я беру голову мужа не поведусь сейчас выскажу голый мужик и для ляда падет они ладно все вроде спокойно шкафчики проверю не все нормально и рукова мужик да блять что произойдет с грабителем грабитель начнет танцевать грабитель выстрелит в потолок и его убьет штукатурка кассир окажется боссом мафии или покупатель кинет в него помидор и убьет после чего я возьму на потолок его станет главой мафии ну хоть где-то угадал итак на экране результаты теста надеюсь вы довольны своим результатом а мы продолжаем да я я круг с первого уровня хочется подметить высокобюджетность этих рекламных видео все эти дешевые звуки пердежная музыка и эффекты состоящие из пнг картинок и гринскринов со взрывами создают дополнительную рофильность данным видеокарточкам окопу вообще похуй показывая вам приколы я совсем забыл о том что это все но графон мое почтение таки реклама мобильной игры и а что вообще за игра то пока что я не видел ни малейшего намека на то что ждет нас внутри мемы с круксами боссами и how mafia works конечно веселые но хотелось бы хоть чутка in game контента увидеть спойлер его не будет я просмотрел под сотню реклам мафии и ни в одной из них ничего даже отдаленно напоминающего геймплей охрен вам себе шуток я сколько реклам этих видел запомнил многие моменты но я брать ни разу не видел геймплей этого говна ни разу есть у меня ощущение что это очень плохой знак ну ладно до геймплея мы с вами еще дойдем а пока что держите мини-гайд на то как с легкостью попасть в тебе шуток они могли хорошо выехать если вы используете мимо про джорджа как по-моему в тот период уже готовилась пятая часть мафию так как это работает а и потом такой спустя какой-то время узнает милый я так благодарна тебе что ты пустил меня в этот мир мафии но я должна тебе признаться когда-то я была совсем новичком не волнуйся милые не не важно какого ты лава главное что ты со мной и ты подарил мне любовь но еще не раньше звали вадим ничего страшно милая все нормально я и нефта и такого повидал в этом мире мой сын вообще теперь походу собака не просто серьезно я правда как по мнению вот этих вот рекламщиков работы гендер свап ёбаный какая прекрасная прелестная дама посмотрите на ее прекрасные ножки стоп что это о боже у нее член фу зато какой также мной были зафиксированы ленивые рекламщики которые использовали одну и ту же сцену два раза лишь заменив модельку одного персонажа думали мы не заметим мы заметили не тесно сколько людей благодарны той самой сцене из клиники именно за тот самый танец который фортнайте и потом везде заверусился слишком легендарный танец я бы мог показывать вам рекламу мафии хоть целый день потому что в каждый второй из них происходит что-то смешное но боюсь такой хронометраж я не потянул поэтому приступаем геймплею только я обрадовался что ничего строить не надо как мне говорят постройте лагерь стрелков не расслабляйся блять ну вообще непонятно что происходит честно напоминаете знаете самые игры в вк про опять же про мафиозников про бандитов опять же какая-то хреновая аватарка куча всякого говна золото интерфейс про богатую такую виллу какие-то деньги там наши и и внизу какой-то хабиби брат счастье привезу из бурдж халибы самый лучший товар еще нахуй происходит здесь вообще без понятия какого хрена от этой игры мне физически плохо такое ощущение что пока я в нее играл из меня вытягивали жизненную силу с каждой минутой я все меньше мог мыслить пока в какой-то момент у меня чуть не начала течь слюна на пол еще не вопрос чё со звуком почему такой сукопережатый как будто это знаете те самые старые игры времен playstation 1 когда да уже был сидим но нельзя было поместить нельзя было вести зайти там самого высочайшего качества звуки хотя нет даже на playstation 11 звучало часто как будто то я не говорил через футболку ёбанатуре не записывали на понятия старую блять nokia заткнись я объясню в чем дело в этой игре буквально нечего делать это просто симулятор excel таблицы в которой ты должен вручную складывать числа пока не помрешь да да это снова симулятор улучшения базы на в этот раз кроме улучшения базы здесь ничего нет буквально да тут есть напёрстки и blackjack но это не считается потому что в них я могу сыграть и без этой сраной игры геймплей вы уже можете видеть на своих экранах подождите вот эти мини игры вообще никак не влияет на основной геймплей то есть они просто тупо как расслабо расслабон идите нахуй но я думаю просто видеть недостаточно я хочу вам показать как это ощущается ладно ладно хотите знать про сюжет я все равно расскажу вашего брата босса мафии убили теперь вы должны занять его место развивать мафию и отомстить за него вот это да я просто похлопаю какой гениальный сценарий а великолепно возвращаемся снова к моей ненависти эта игра просто даже элементарно не ощущается как игра сидя в ней я снова ощутил себя на работе где ты сидишь и выполняешь монотонные действия 11 часов подряд думаете я преувеличиваю смотрите да чё-то нихрена тихо время здесь буквально весь геймплей это нажатие двух кнопок построить и улучшить единственное чем игра пытается тебя хоть как-то развлечь и конечно же мадамы это построение романтических отношений с какой-то шлендрой которую ты первый раз в жизни видишь я точно в игру про мафию зашел хорошо справедливости ради можно сказать конечно если вы какую-нибудь визуальные хотите нет пизду даже здесь оправдание буду искать лучше скачать себе хреновый донатный которым конечно придется помучиться но все-таки аспальт 9 даже хоть он где самым идеальный игра но в ней хотя время проведите уши что для оценителей подобного кала здесь есть чем заняться каждый пуг можно улучшить прокачать раскачать можно нанимать персонажей их тоже улучшать дрочить и качать расширять базу и и и тоже качать в общем по сути да вам всегда есть чем заняться но это все настолько скучно неинтересно и монотонно что человек который хоть раз в жизни видел другие игры не выдержит и 10 минут этого поноса как продажные копы сдохли копы соседи блять что не сцена постоянно дженнифер появляется господи дайте и уже отдельную игру а то да сейчас я не знаю близко близко кадр подойдет либо губёхами либо си сандрами 5 весят весь экран заман это за мацей господи мафия сити ничего из рекламы здесь естественно нет хотя казалось бы ну сделайте вы какие-нибудь дебильные мини-игры которые будут урезаны версии того что вы показываете в роликах но нет мы лучше добавим секцию где тебе нужно протирать экран чтобы увидеть голую тетеньку серьезно я зашел поиграть в мафию мафия сити называется мафия эта игра не называется строитель сити или подглядывать за женщинами сити или дрочить ящики сити по ходу по мнению ёбаной этой игры ты когда в мафии ты должен подглядывать за девушками заниматься менеджментом и строительством и все но иногда играть какие-то наперстки все вот такой ты мафиозник блять если честно звучит как какой-то я не знаю блять прораб-извращенец даса сити в моем списке худших игр на телефон мафия сити заслуженно стоит рядом сент легион никому не советую даже смотреть в сторону этой игры а мы идем дальше кучу ков да да ладно хотя бы вспомни легендарные рекламы да да это именно то что вы подумали игра про волчью стаю братские понятия турники безумно можно быть первым и все такое а теперь стоп ужешь пьешь чай лучше убери к ты это в сторонку опять кал с говном да чё ты кал с мочой хотя и разные виды кава ведь этих игр проникают мой мозг и по моему он уже засадился потому что блять я уж я не знаю что еще более мерзким может быть их бой только что вы были предупреждены канал мордекай не несет ответственности за ваше самочувствие после кадров которые скоро будут показаны и так волчары шо они делают правильно метят свою территорию чем они метят свою территорию правильно страны реалистично частично но с другой стороны и делать на этом рекламу так что они еще делают срут бобби как же тебя жизнь потрепала если серьезно потрясающе превратиться в разъяренное животное потому что тебя обоссали и в то же время укусила змея и погодите погодите что-то еще должно быть я точно помню не 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 там же другое было да что ж такое держать молчонка у ебучего дерева я посылать как какой-то глупник одним словом очко щит блять я сдаюсь остаюсь что это за 2 бога сейчас бывает так секундочку а вот она нашел ну вот другое же дело со точно забыл же самый известный факт что волки ненавид кенгуру а кенгуру в ответ их бьют боксерским перчатками обоссывают я походу никогда не добьюсь нет как бы ей так уже над не тем что блять и реакции снимают но блять факт в другом где дно брать в этих ебаных реклам всем новый контент теперь можно и поговорить что из себя представляет рекламная кампания мобильной игры вульф game это помесь dragon farm adventure откуда было взято насилие над маленькими зверушками и ранговая система из мафия сити только вместо круксов хитманов и боссов здесь омеги беты альфы и всякие вульф кинги вот такой вот франкенштейн у нас в итоге получается насилие я вам уже показал а значит настало время увидеть зэц хау вульф воркс тут мы видим что у волчар есть свой порядок кто-то ниже кто-то выше типичное дело для животных которые живут большими группами однако в некоторых роликах можно увидеть что у этих волков уже не просто разделение на альфы омег а что-то совсем другое итак пока ярты пишут как вот это сила вот это силища блять это серьезно это же какие какие ребята дали какой прокачка не добились до этого какой на самом деле политический строй был только что показан я продемонстрирую вам настоящий животный расизм который я на всякий случай осуждаю хочу вам напомнить одно негласное правило рекламы мобильных игр в рекламной кампании абсолютно любой игры должны присутствовать женские груди и неважно будь это игра про людей зомби волков или муравьев соответствии с этим люди работающие над вульфгейм не стали нарушать традицию можно было чтобы он просто потрогал бубец нахуя то волчонка пиздить господи что за ёбаных живодеры блять и садисты сидят в этих местах бить аниматоров но это еще не самое странное как вам вот такая реклама но это самая ебанутая реклама где чувака взяли блять за руки за ноги начали тереть жопы и лечебным местом в кактус давайте снова отвлекемся и попытаемся разглядеть геймплей сквозь этот поток мочи на наши экраны основа здесь скорее всего взята сент легион с их построением и постоянным расширением базы потому что прямо как и в тех рекламах здесь в конце большинства видосов волчары отстраивают свою базу также здесь присутствуют уже привычные нам сравнение уровней персонажей дескать чем выше у тебя уровень тем ты круче а остальные ложки снова довольно плохой знак обычные игры с такими рекламами оказываются дешевыми симуляторами строителя есть парочка реклам которые очень отличаются от всего остального потока говна первое показывает нам волцовский клуб 2 выделяющийся рекламы является уже привычная для нашей рубрики реклама с живыми человеками и пока что этот ролик один из самых кринжовых что я видел думаю он стоит где-то на уровне с видосом про тактические навыки так заранее мне нужен антик ринджи на 5 у меня кончился поэтому терпим что это за секта ауфа чьи ёбашу мать что-то это было лишним великолепно всем нашим ауф остальным за полезную достаточно волчьей рекламы переходим к волчиному геймплею а шалей аж это что ну а да хоть что-то блять у моё это же варкрафт от мира волков есть типа открытый мир элемент управления которые выглядят даже вроде бы адекватно то есть игра еще не полный потерянный кау говна который достали блять со дна ёбаного google play по моему блять здесь по моему то ли у меня глаза уже блять идут на лоб то ли я уже крышей еду вы только поглядите как все здесь красиво наконец-то конец-то меня не обманули чё поверили это были кадры из другой игры про волчар с гугл плея а я блять теперь к настоящий вульф гейм в этот раз пожалуй начнем с сюжета так как он играет тут немалую роль пока батя волк учит нас как правильно охотиться наш брат которого зовут локи предает нас и объединяется с помойными гиенами которые захватывают волчьи угодья и всячески выступают против нынешней власти волчар вы возвращаетесь главной базе которую уже раздолбали гиены и предатели если вы смотрели предыдущие выпуски думаю вы понимаете к чему все идет хотя бы сам вязал еще неплохой а вы теперь тут главный вам нужно все восстанавливать и параллельно искать старого вождя да это снова бейс симулятор однако несмотря на то что это очередной градостроительный симулятор в целом игра не так уж и плоха по сравнению с предыдущими проектами здесь чувствуется что разработчик действительно был заинтересован тем чтобы не отпугнуть новых игроков и сначала показать хорошие стороны игры я впервые не задушился от получасового туториала благодаря приятному визуалу и размеренному повествованию и так что вам вообще в ней нужно делать слава богу обновление базы это не единственное занятие в игре основу составляют схватки с противником и сбор ресурсов по карте начнем с бою и да спасибо мордека что на фоне замечательная музыка именно та самая охуенная синтезаторная битва из обычного мультика вот чего-чего а волков со сверхспособностями и механику с расстановкой своих бойцов я тут не ожидал увидеть это что такое я чё в хардстоун зашел аж али то что вы сейчас видите на экране происходит полностью автоматически и вашего участия совершенно не требует поначалу я не понял почему при сражениях у меня не было никаких звуковых эффектов но опять звука битвы нет я не знаю может это у меня конечно такой прикол все остальные то звуки есть но поиграв с часок я допер что к чему драки здесь довольно затяжные и однообразные и если бы я на протяжении часа каждые пять минут слышал бы одни и те же звуки улюлюканье я не думаю что мне бы это понравилось о самих драках у каждого из волчар есть свои уникальные навыки будь то хил баф удар по области и другое как вы понимаете чтобы выиграть нужно все это прокачивать используя ресурсы теперь про них мясо воду камни прокачки и все остальное можно выбить в битвах выполнять почему вы с этими камнями то будете делать крокодилу в задницу пихать и побочные квесты да они тут есть можно собирать ваших ферм или просто случайно найти их на карте игру вы проходите по линейному сюжету который продолжается после выполнения нескольких заданий на уровне все важные диалоги озвученные неплохими актерами от самих волчарских разговоров хотя бы не тянет блевать то есть еще озвучка есть ладно здесь хотя бы и видно что относительно рационально но попилили деньжата то есть нормально попилили в общем играя в ульфгейм я не особо напрягся и смог влиться в игру с полпинка для такого мега казуала как я это очень хороший знак но даже при всем вышесказанным это мягко говоря не самая лучшая игра для траты вашего времени если вы конечно же небольшущий фанат волков ну и вот эту игру надо реально показывать тем самым блять ебанутишим прям отбитым а фанатом этой самой волчечки из фнафа нет просто серьезно я уже столько с ней блять артов видео я понимаю да что рокси многим нравится да по моему уже некоторые переборщивают как обычно рекламе она не соответствует никаких волчьих рофлов замечено не было все подается на максимально серьезных щах что довольно забавно видеть после подобной рекламы смотрим дальше ладно не могу не отметить что не в желудок помянем у айланд хуперс есть свой стиль и главная тема которой они придерживаются в большинстве рекламных роликов эта тема засухи и поиска воды вот видеоряд для примера только что вы увидели 2 главе почему это плита крипово выглядит как будто какой-то знаете вот есть тип мультяшные персонажи вот там время приключений и в подобных мультиках которые максимально жутко сука выглядят часто какой-то конь насильник только что вы увидели двух главных героев игры и если к девушке у меня претензий нет то насчет коня могу лишь сказать что это извращенная версия коня юлия из богатырей умудряется выбешивать меня в каждом видео он постоянно кривляется орет кряхтит и просто ведет себя как мразота охуенно блять самодетонирующая бутылка ну просто посмотрите на эту гниду моральный урод не иначе как уже было сказано в роли еще юлия считают плохим персонажем ли как нам показывают что основная цель игры провести воду к разным персонажам которые вот-вот умрут от истощения и я понимаю что это все вымысел что это все условности но вы просто посмотрите на это вода же находится в метре от них на кой хрен все эти манипуляции с выкапыванием ямок если они могут просто сами без проблем доползти силенок нет убирают уже но это еще не самое тупое в этих роликах самое тупое это игрок от которого нам показывают геймплей да тот самый который прокапывает все эти ямки мы с вами видели много идиотских моментов где на видео игроки специально проигрывают в конце делая намеренные ошибки но даже в тех рекламах периодически были показаны правильные действия здесь же все сделано так чтобы у вас возник максимальный дискомфорт от происходящего вот вам небольшая демонстрация все равно рожа этого коня это пиздец возник максимальный дискомфорт от происходящего вот вам небольшая демонстрация Только матерящейся русалки мне не хватало. Причем они вывели всю эту тему с проигрышами на новый уровень. Чтобы ваши глаза и мозг потекли от увиденного, рекламщики добавили в ролик подсказки, которые показывают, куда нужно рыть. И есть... Да, это же такие сложные лабиринты, мы же не разберемся. Но все равно игру я не скачаю никогда. Почему? Потому что есть более достойная замена. Лабиринты в старых журналах и кроссворды в газетах. Единственное, игрок их игнорирует и продолжает тыкать в стену. Ну и так как основная тема связана с жидкостями и жаждой, не обошлось без такого. А, ну конечно, куда же без подобного? Но только птичку-то зачем? Птичку жалко! И конечно же, такого. Хоть засуха... Ну что сказать? Возрадуйтесь! Ибо по сути это... Я не знаю, статуи или божья мача, сами решайте! Это главное, но не единственное, что смогли придумать рекламщики. Есть еще очень замечательная серия роликов, в которой героиня решает какие-то проблемы, стоя на краю пропасти. И да, вы правильно подумали, каждый раз она проигрывает и улетает в эту самую пропасть. Ну разбежавшись, прыгну со скалы, не выдержала я клинжас и грысей. Да что же они все кабанеют так? Так, блядь, мы по-моему все еще играем в игру, посвященную жажде. А тут у нас какая-то уже хрень из Лизгарден, только с опекой. Теперь немного поговорим о роликах, которые не вписываются в основную идею Айленд Куперс. Ну, допустим, о фуд-фетиши. Вау. Я знаю, что наверняка уже повторял это лишнее, но... Клинжал, много не бывает, ёб твою мать. Эй, серьезно, чел, я бы не стал так целовать ногу мамки Айзека. Пожалуйста, блядь, она и так вонючая, мерзкая, бывала в подвалах, блядь. Не надо, не надо, пожалуйста, оставь мою мамку Айзека в покое, она и так ебанутая. Вот, кстати, еще одна подобная реклама. Ну окей, не будем дальше сотрясать воздух, как обычно, мы поняли, что ничего не поняли. Давайте смотреть, что нас ожидает внутри. Приплыл какой-то чувак, говорит, помогите, у меня плод сломался. Я на него нажимаю, он говорит, привяжи, пожалуйста, свой аккаунт, чтобы сохранить процесс. Это все хорошо, но где бабы, которые нужна опека? Где тот самый, это, жирный циркач? Где? Помоги мне починить лодку. Прикрепи почту, прикрепи фейсбук и прикрепи айди магазина. А еще что? Че, че, ключ свой отдай. Покажи, где в квартире все лежит. Пошел нахрен, Танин. Так, так, что у нас тут? Девушка попадает на загадочный остров, на котором до нее хозяйничал ее родственник. Остров оказывается заброшен по непонятным причинам. Все, как всегда, находится в разрухе, которую нам нужно будет самолично убирать и решать различные загадки, как в жопу ужаленному. На все это будет тратиться энергия, а также за нами будет по пятам ходить бесполезный NPC со скином мужчины, чтобы мы могли его пере... Зато в игре есть жабки. Это круто. Медически романсить. Я не понимаю, эти игры что, на каком-то заводе производят? Ладно, концепты геймплея украсть, но сюжет-то зачем копировать практически слово в слово? Они же буквально одинаковые. Ну, делать нечего. Раз уж начали в нее играть, попробуем рассмотреть ее обособленно. Что нужно делать в игре? Продвигаться по сюжету, открывая новые области и собирая различные ресурсы для создания других, более ценных ресурсов. Мешать нам пробежать весь сюжет за 30 минут будут следующие персонажи. Знакомьтесь. Маленькая травушка, которую нельзя обойти. Кусочки карты, которые... Ну, прям как в старых покемонах, когда, вроде бы, тебе нужно пройти дальше, но ты не можешь, потому что тебе путь загораживает просто пацаненок. Потому что она хочет сразиться! Ты не можешь его обойти. Ты не можешь обойти камушек или что-то такое. Ты должен сразиться или применить какого-то особого покемона. Не может. Ну, не могут люди в играх обходить вещи. Это же невозможно. Нельзя обойти. Заборчик высотой полметра и другие удивительные препятствия, которые будут жадно забирать у вас энергию. Как же энергию пополнять? Секс это энергия. Это энергия, блядь. Давайте, пожалуйста, без поднебесного. Его энергия инцельства, она слишком губительна. Уберите его, блядь. Это энергия. У вас есть несколько вариантов. Два самых распространенных. Ждать или платить. Это что, тот самый сундук, который открывается за 0,99 USD? Кадем, всегда хотел такой сундук себе. Либо приготовить в котелке фрукты, которые вы будете собирать по ходу продвижения по карте. Что, кстати, довольно интересное решение. Ну, или собирать бутылки с энергией, которые периодически вам будут попадаться на карте. Если у вас появились мысли поиграть в это, хочу вас предупредить. Энергию вам будут щедро раздавать только первые 40 минут игры. Дальше у вас уже будет тратиться практически полная полоска на одно действие. Чтобы собрать феника по частям, мне надо всего лишь выполнить сюжетные квесты, разгадать тайму и воссоздать созвездие. Ну, это хуйня собачья вообще. Похуй. Только это все затянется наверняка на полдня. А то и на весь день. А, феник, так ты разобранный. Ты из Питера, что ли? Что же еще можно тут делать? Ну да, так. Топориком. Ну, тут пытаются сделать какой-то намек на ферму, но выглядит это очень слабо. Все, что нужно делать, это просто собирать урожай и отдавать его на разные задания. Какие-то особо интересные мини-игры мною выявлено не было. Максимум одна легчайшая загадка с замочками. Ну, хоть где-то прикол в том, что она хотя бы есть. Это самая сраная загадка с замками. Потому что, блядь, в большинстве случаев она только в этой рекламе есть. Одна с трубами и несколько раз мне дали собрать карту из кусочков. Все остальное время я бегал взад-вперед, собирая ресурсы и отстраивал различные постройки на базе. Сюжет ни о чем, а персонажи картонные. Из хорошего, максимум, что я могу выделить, это приятную графику и неплохие анимации. Насчет связи с рекламой, вы сами видите, здесь вообще ничего из рекламы нет. Ни мини-игр, ни засухи. Да даже этого бесячего коня я не увидел. Видимо, один из главных персонажей рекламы появился. Потому что они ему так тело рисуют, как будто, знаете, он не увидел. Видимо, один из главных... Вот тело у него жутко выглядит, как будто, знаете, он такого уже мужичка за 40, я не знаю, там, пытались превратить в коняху, но забыли про основную ту. Честно, это жутко выглядит. ...персонажи рекламы появляются только со второго часа игры. Играть совершенно не советую. Да и какой смысл? Это копирка, копирки, копирки. Просто очередная пустая игра с пустым наполнением в виде уже рассказанной истории и совершенно неинтересным геймплеем. Не могу, я больше, когда вижу вот этот вот ролик, я вспоминаю скорее то профильное видео, где кучка ребят, короче, то ли у них там лагерь был, то ли какое-то поселение. Там к ним пришла обезьяна, взяла автомат и просто устроила стрельбу, блять. Но зато получилось хорошее вдохновение для последних частей планеты обезьян. Для начала небольшой дисклеймер. Каждый раз, когда я буду показывать вам рекламное видео, слева сверху будет находиться человек. Я не знаю, как его зовут, поэтому пусть будет Серёжа. У Серёжи есть канал, который полностью посвящён Age of Apes. На нём он проходит уровни из игры и пытается что-то комментировать. Так уж вышло, что это единственное место, откуда я могу взять материал для ролика. Не беспокойтесь, с комментариями Серёги всё происходящее становится только в два раза смешнее. Как и в предыдущей игре, тут есть одна основная и главная тема. Помните, во времена динозавров все играли в браузерные I.O. игры? Это те, где ты играешь за шарик, змейку или другую хрень, поедая соперника и становясь больше. Так вот, разрабы решили, что это довольно хайповая темка и сделали Monkey I.O., где вы кушаете бананы, людей и других обезьян, чтобы стать самой великой гигабибизяной. Окей, у меня есть новый уровень. У-у-у. О-у-у. О-у-у. Моя бебина, ты уходишь. О-у-у. Эволюция, мой парень. Что-то за Красный Халк в итоге получился, мохнатый. Хотя, знаете, всё ещё выглядит лучше, чем ёбаный дизайн, который его слили в сеть по четвертому капитану. Там такой, блядь, позор на дизайн Красного Халка был. Ну и так как биби... Ну, комментарий, конечно, молодец, просто... У-у, пошёл. Да, хорошо. Дизянки — это животные, рекламщики не смогли удержаться от соплазна и использовали всем нам уже знакомый приём. Мы мучаем виртуальных животных, чтобы вам стало их жалко, и вы, возможно, скачали игру. Хочу ещё отметить, что... О, ребёнок, маленький ребёнок. Чё, блядь? В рекламах постоянно мелькают отсылки на различные произведения. Вот, допустим, несколько из того, что я смог заметить. Атака гориллов. Хелло, мой друг, сегодня я продолжаю ревью Айоп Апбет. А, это мой друг. Апбет, чё? Окей, продолжаем. Тайтан. Ап, Айоп Апбет. Окей, да. Чё, мы, блядь, в итоге играем за какого-то бестового Эрона Гориллу? Монки Боллс. Окей, я сильнее. Вау, это Раганбон. Так весело. Да. Уберите мою мощь. Да. Банан. Ты хуйня, где, где, блядь, золотые волосы? Нам нужен наш ёбаный Супер Саян. Ага. Вау. Окей. Да. Ну, фактически они не ошиблись, потому что есть такая вселенная, там, Marvel Apes, где в итоге все обезьяны. Стенды из приключений Уг... Угабуга без... Угабуга без... Угабуга. 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 Это просто тесно. Он хотя бы видел готовый ролик или он просто считает какой-то абсолютно дерьмовый сценарий? полностью согласен ну что ж без дальнейших промедлений презентую вам геймплей age of apes она что-то наделался друг мой думал что здесь будет достойная игра с отличным геймплеем от этого лица хочешь хороший геймплей еще с обезьяной тогда тебя в игру по кинг-конгу петра джексона вот это действительно хорошая игра очень недооцененную у тебя 5 базы нет куча не за чувство что рано или поздно мордыка я просто просит вообще youtube уедет куда этом якутскую деревню и просто начнет горловое пение мартыши чебазы ты дитиву ну пусть со своими базами пытать ладно не буду томить здесь снова нужно строить бейс но слава богу это здесь сделано не настолько душно как в мафия сити and легион и пазл и сурвайвался вы нашли ресурсы ой как хорошо как же я этого ждал да и в принципе я могу сказать что пока что edge of monkey один из самых адекватных примеров игр для строителей почему так во первых видно что разработчики вбухали в игру немного деньжат и хоть чуть-чуть постарались все грамотно и красиво оформить не без шуток но дизайн самих макак довольно прикольный все сюжетные диалоги озвучены практически все выполнено в нормальной 3d графике а также вам между уровнями будут показывать хоть и короткие но неплохие аниматики во вторых мини игры они здесь неплохие я бы даже сказал что это лучшая часть edge of apes конечно это не совсем то что было показано в рекламе но суть примерно такая же вы собираете бананы всякие усиления и лупасите других макак на платформе чтобы стать самым сильным и победить игра подает все это как какое-то соревнование но на деле вы играете против очень тупых ботов которые даже минимально не стараются что-то вам противопоставить проиграть тут практически невозможно однако не могу не отметить что поначалу играть в это было даже весело big monkey ама big monkey big monkey monkey big monkey вторая мини игра это шахта в которой вы нанимаете рабочих лупасите камешки и в конце вас ждет босс битва с которым это буквально копирка вот этой вот херни только с бебезянами и вот верьте нет но я бы предпочел если бы игра состояла только из двух этих секций ну реально кстати вот действительно графон моё почти хотя бы дизайн ну хоть видно какое-то старание в нем что не было дайте прямо окончательно похуй они веселые вы постоянно что-то тыкаете бьете стреляете перетаскиваете в общем играете что для подобных игр большая роскошь мое скромнейшее мнение таково лучше бы разработчики вместо этой в тысячный раз обсосанной параши с базами и прохождением истории сфокусировались бы на том что и рекламировали драки гигантских макак просто сделайте вы вот эту парашу мультиплеером добавьте побольше всяких улучшений карт препятствий типов обезьян и всего прочего и в вашу игру зайдут много людей потому что это весело трочить базы не без шуток идея это классно мультиплеер в котором ты делаешь своему кинг-конга идеального мощного там с кучей отсылочек разных абсолютно чокнутых скинов только главное одно пожалуйста блять не оставляйте отсылки на афроамериканских личностей там баскетболистов и прочее иначе вас нахуй вас отменят блять нельзя же такое оставлять нельзя потому что что обезьяны весело вот это вот весело неужели это так сложно нет мы будем делать очередной блядский градостроительный симулятор с сюжетом про мутации обезьян кто это вообще придумывает кому это интересно гонщик самокатчик обезьяна самокатчик так что там еще примерно так себе представляете саму блять самокатчиков некоторые просто спокойно катаются а которые думают что блин смотреть там узкая маленькая дорожка едет женщина с коляской давай вот блять такие люди вот этих самокатчиков просто не жалко если они случайно башка споткнуться но им кто-то поможет и они полетят куда-нибудь желательно в траву мордой вниз сценарию ах да сюжет люди улетели с земли из высокой радиации обезьяны стали новыми правителями но из-за мутации некоторые из них превращаются в монстров вы как всегда главный бебезьянка командуете своим племенем с калашами и строите новое общество с блэкджеком и бананами в общем типичный сюжет для того чтобы сделать вас командиром говна и заставить отстраивать базу с нуля короче за все это время мы с вами поняли одну вещь если при запуске игры вы видите или слышите такие слова как база и улучшить сразу нажимаете кнопку удалить ставите одну звезду и со спокойной душой убираете телефон в сторонку по поводу сегодняшних игр в целом могу сказать что сегодня мы увидели как одну из самых худших представителей жанра построй говно так и одну из лучших но не думайте что я джо фейпс это нормальная игра это как быть самой красивой кучей мусора на свалке некоторые комментаторы правильно отметили что самые нормальные игры из google play особо не рекламируется потому что им реклама и не нужно с вами был мордекай ну конечно есть примеры само собой те игры скорее рекламироваться через ютуберов когда уже можно понять но все-таки да то есть у них нет такого количества абсурдный абсурдной рекламы не играйте в показанные игры спасибо за просмотр мы с вами еще увидимся уродь вот еще в конце пучей ну ты здесь хакши блять сразу плюс так это чё такое о пиздец что это трэш короче что могу сказать блин это это было неплохо все-таки говно навернули по уфали посмотри как мафия работает и в то же время удивились того что как же идея про макаки чей может быть достойный из хорошей реализации короче надеюсь что это не последний выпуск что мы еще увидим такого же кого говна поржом похиливаем с таких вот решений поводу рекламы и он случае огромное спасибо мордыкаю спасибо за позитив спасибо за разочарование в человечестве такой большой небольшой порции короче респект лайк поддержи автор оригинала комментарий колокольчик заходи по вкусным ссылкам в описании и спокойной ночи дружки пирожки и